И теперь, и с высоты Востока, Господь и слава тебе! Традиционные рождественские образовательные чтения прошли в Доме культуры Горки-10. В этот раз темой мероприятия стали важные вопросы сегодняшнего общества. Глобальные вызовы современности и духовный выбор человека. В прошлом году на рождественских чтениях говорили об отношении секулярного мира и религиозности, о величии деяния Петра I и наличии, безусловно, значимых плодов его деятельности. Но оказывается, процесс секуляризации взаимосвязан с другим, не менее значимым для жизни всего человечества процессом, а именно глобализацией, под которой принято понимать внешнюю унификацию моделей жизни разных стран и народов по западному образцу. Рождественские чтения – значимое событие в культурной, образовательной и духовной жизни Подмосковья. Ежегодно в мероприятии участвуют представители духовенства, образовательных и культурных организаций Одинцовского округа. Новая тема дает возможность обратить особое внимание на ключевые вопросы современности и обсудить возможность их выбора, отмечают депутаты-единороссы. «Духовенство и образование. Только мы можем нормально разговаривать с подрастающим поколением, с родителями, объяснять все вызовы времени и учить. Учить добро, учить справедливости, учить разуму и быть на высоте выше всех вот этих порочащих сил». Поднятые на чтениях вопросы также предполагают глубокое и вдумчивое осмысление значения человеческого выбора. Верный духовный и нравственный путь подрастающему поколению указывают учителя образовательных учреждений и Одинцовское благочение, уверен священнослужитель Александр Карпов. «Хочется особо отметить ту широкую работу, которую педагоги совместно с духовенством рука об руку проводят в различных форматах». В школах Одинцовского округа сегодня уделяют особое внимание духовному воспитанию. «По новым образовательным стандартам уже очень давно в четвертом классе введен предмет «Основа православной культуры». Ну там можно любой выбрать, там шесть модулей, но в основном у нас выбирают «Основу православной культуры». Не менее важную роль в создании нравственного здорового общества играют специалисты сферы психологии. На рождественских чтениях свою лекцию о психолого-педагогических аспектах современного детства и новых подходах к воспитанию представила профессор Татьяна Сахарова. «Все меньше детей действительно подвержены свободной детской игре на детской площадке, свободным детским коллективам, какому-то игровому взаимодействию, которое было раньше. И действительно современный ребенок может часами не вставать со стула, вы это знаете прекрасно при наличии гаджета и хорошего доступа в интернет». В число важнейших задач церковного форума по-прежнему входит духовно-нравственное просвещение общества, осмысление проблем науки и культуры с точки зрения православного мировоззрения, расширение сотрудничества духовенства и государства в области образования. Полина Толмачева, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова